Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Ваера. В ней, дорогие друзья, Всевышний являет себя Моше и обещает вывести сынов Израиля из Египта, избавить их от рабства и взять себе избранным народом, а также привезти их в страну, которую он обещал праотцам во владение вечное. Моше и Аарон несколько раз являются к фараону, требуя от имени Бога отпусти народ мой, чтобы они послужили мне в пустыне. Фараон всякий раз отвечает отказом. Посох Аарона превращается в змея и пожирает волшебные жезлы египетских колдунов. След за этим Всевышний насылает казни на Египет, воды Нила превращаются в кровь, полчища жаб заполняют землю, вши заводятся у людей и животных, стаи диких зверей вторгаются в города, домашние животные гибнут от мора, нарывы покрывают египтян, град с огнем обрушивается с небес. И тем не менее, дорогие друзья, ужесточило сердце фараона, и не отпустил он сынов Израиля. Итак, нашествие жаб было второй, дорогие друзья, казнью, которой Бог подверг Египет. Почему Всевышний избрал именно жаб для того, чтобы наказать фараона и Египет? Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с того, что целью всех казней было, так сказать, как написано в Сфторе, «И узнают египтяне, что я Господь». Шмот 7.5 Следовательно, главной целью было заставить египтян признать, что Бог является Творцом и Владыкой мира. Фараон заявил Моше и Арону, кто есть Бог, чтобы я послушал его голос. «Я не знаю Господа, и Израиль не отпущу». Шмот 5.2 И тогда на Египет было неслосланы 10 казней, и в результате которых и произошло признание всемогущества Творца мира. Существует, дорогие друзья, три категория людей, отрицающих присутствие Всевышнего. Первые, отрицают единство Бога, называют Его главных, главный из богов, имея в виду, что существуют подвластные Ему высшие силы, которые Он создал и которыми Он руководит. Они осознают, что Господь определяет их жизнь, и поэтому не восстают против Него. Эта категория представлена, например, в Торе пророком Беламом, который, несмотря на свои враждебные действия, был вынужден признать, как написано в Торе, «не смогу приступить к повелению Господа». Бамидбар 22.18. Вторые тоже считают Всевышнего главным из богов, но утверждают, что возникновения и существования мира не связаны с ним. Выражение «главный из богов» означает признание высшей силы Всевышнего, что, однако, не мешает этим людям считать, что они не зависят от Него и существуют, так сказать, самостоятельно. Данная категория представлена как раз фараоном, который утверждал, «мне принадлежит река моя, и я себя сотворил». Представители же третьей категории полностью отрицают существование Творца. Люди, принадлежащие к первому типу, дорогие друзья, понимают, что вся их жизнь зависит от Создателя. Поэтому они не подчиняются Его воле и тем самым признают существование Бога. Люди, принадлежащие к третьему типу, про который мы говорили, выступают против существования Бога, восстают против Него. Они пытаются сопротивляться воле Творца через Его отрицание. Это и является признанием существования Бога. Ведь если Он не существует, не дай Бог, то почему вы отрицаете Его? То есть сам факт того противостояния делает ощутимым существование Создателя. Однако люди, принадлежащие ко второй категории, как фараон, признавая существование Всевышнего, все-таки считают себя абсолютно от Него независящим, подобно фараону, как мы сказали, утверждающему, что Он сам себя создал. Их существование, дорогие друзья, никак не соотносится с Творцом. И это еще хуже, чем отрицание третьей категории. И поэтому мир был создан с определенной целью. Все, что создал Господь, создал Он во славу Себя. Перкеевод 6.11. Соответственно, трем упомянутым выше категориям все земные живые существа могут быть разделены на три типа, дорогие друзья. Цель каждого творения – это раскрытие божественности. Хотя для того, чтобы у человека была свобода выбора своего собственного пути служения. Бог создал этот мир так, что цель творения не всегда очевидна, но его предназначение – постоянно открыть миру Создателя. Так говорится Медраш Раба, который утверждает, что даже вещи, которые кажутся ненужными в мире, такие как мухи, блоки, комары, являются частью творения мира. Как сказано, увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо, очень. Берешит 1.31. Они тоже были созданы во славу Его. И Медраш указывает, что они приносят пользу человеку. Сказано в Талмуде, все, что создал Всевышний, создано им не напрасно. Трактат Шаббат, 77b. А в пример приводится лекарство, изготовляемое из мух и комаров. Второй тип – это животные-вредители. Например, змеи и скорпионы. Они не только, казалось бы, не нужны в этом мире, но более того, они вредят и уничтожают другие творения. Представляют опасность, можно сказать, для человека. Но Медраш говорит, что даже вредные животные или насекомые тоже приносят пользу. Оба указанные выше типа живых творений имеют цель. Но в отличие от них есть животное, существование которого не имеет цели и смысла. Оно не является вредителем. Но неизвестно также, какую пользу оно приносит. Оно просто живет без всякой, на первый взгляд, цели. Это жаба, например. Бесполезное. Существование этого создания не только не раскрывает божественность, как полезные творения, но даже не предполагает возможность такого раскрытия, как в случае вредоносных творений. И поэтому, чтобы наказать фараона, который полностью игнорировал реальность существования Всевышнего, Бог выбирает именно жаб. Ибо в этих творениях не только не видно их предназначения, но даже нет вреда. И тем не менее, причины, определяющие их существование, они как бы сами по себе самодостаточны, подобны фараону, читающему себя независимым от воли Создателя. Жабы, став посланниками Всевышнего, покарав Египет, осуществили свое предназначение, достигли своей цели, раскрыли сокрытую в них божественность, дорогие друзья. Именно казнь жабами заставила фараона, а следом и всех египтян, признать существование Творца и ощутить на себе истинность слов «Я Господь». В чем и заключается замысел Всевышнего и урок для нас. Этого и нам всем и желаю. Много учиться и понимать послания для нас от Всевышнего. Будьте здоровы. Брахавы от слаха. Много сил. Шалом. Ваш Равин Каплан. Ваш Равин Каплан. Хария. Грасть. Субтитры создавал DimaTorzok